В столице официально открылся купальный сезон. Санкционированные зоны отдыха уже принимают своих первых посетителей. Правда, пока отдыхающих не так много. Ну, это и понятно. Вода еще не прогрелась, да и погода довольно переменчива. То светит солнце, то ветер тучи нагоняет. Я бы, как житель столицы, сказала, по традиции переменчиво. Спасатели и полицейские уже приступили к патрулированию берегов. Вместе с ними в рейд вышла и Татьяна Ковалева. Узнала, где купаться можно и какой он отдых на пляже в пандемию. Больше сотни полицейских и спасателей дежурят на опасных участках ежедневно. Их в этом году 20. Но сколько бы бесед они не проводили и не предупреждали о возможных последствиях, люди по-прежнему гибнут. С начала года в столице уже утонули три человека. Один из них – ребенок. Здесь глубина не та, как места эти не обслуживаются специальными организациями. То есть здесь не имеются спасателей. На постоянной основе есть здесь течение. В связи с чем мы запрещаем здесь купаться детям. Каждый гражданин, так скажем, должен смотреть за своими детьми. В столице в этом году, как и в прошлом, официально разрешили работать только трем пляжам. Один из них находится за моей спиной на берегу реки Исиль в районе городской набережной. Берег полностью оборудован для удобства и безопасности отдыхающих. Установлены оградительные буйки. На пляжах дежурят спасатели. Еще два официально разрешенных пляжа находятся в других районах столицы – в жилых массивах Коктал и Кюйгинжар. Но согласитесь, для города с населением больше одного миллиона человек трех официально разрешенных пляжей с общей протяженностью береговой линии – порядка 600 метров – будет недостаточно. Вот и получается, что большинство идут туда, где поближе. Да и не все хотят посещать платные места для отдыха. Поэтому многие водные процедуры устраивают там, где им удобно. А почему вы не загораете в специально оборудованных местах на пляжах? Туда идти далеко. Во-первых, тут 60-й остановился напрямую. Мы бабки пожилые. Будем туда ходить. Пусть молодежь туда ездит. Далеко. Пусть бы оборудовали другие места. Почему здесь нельзя купаться? Сделали бы тоже пляж здесь. Миллионный город. Сделали один пляжик. Друг на друге там лежит. Еще и ехать туда надо. В городе мало мест для купания оборудованных. Да их тут вообще и нет. И увеличивать количество зон отдыха в Акимате пока не собираются. Поэтому с наступлением летнего сезона работы у спасателей и полицейских прибавляется. Для начала они только разъясняют и предупреждают. Если не сработало, выписывают санкции. За отдых в несанкционированном месте штрафы начинаются от 6 тысяч тенге и выше. Просим соблюдать санитарную дистанцию. На официально разрешенном для работы городском пляже пока посетителей немного. Но здесь готовы к наплыву клиентов. В условиях пандемии береговая линя пляжа была увеличена на 70 метров. Как можно было комфортно для посетителей с соблюдением социальной дистанции. Также в течение каждой час объявляем ковидные меры по соблюдению санитарной дистанции. Мыть руки, обрабатывать антисептиком. Если все же решите посетить городской пляж, не забудьте взять с собой маску. Без нее не пропустят. Справок о прохождении ПЦР-теста требовать никто не будет. Так же, как и сканировать данные через приложение АШИК. А вот социальную дистанцию соблюдать нужно. Татьяна Ковалева, Бигболат Базаров. Итоги дня.